Вы решились бы подать на праздничный стол блюдо из самой недорогой крупы – ячки? А вот Женя Клопотенко уверяет, что блюдо, приготовленное по его рецепту, из ячки, достойно даже самых торжественных событий, потому что оно изумительно вкусное. Встречаем Евгения. Привет. Женька, привет. Ты уже взял ложки, чтобы есть свое праздничное блюдо из ячки? Нет, на самом деле я просто очень часто думаю, почему мы кушаем ножиками и вилкой. Мне бывает такое, что я вот хочу кушать двумя вилками или двумя ложками. Да я готова даже руками есть те блюда, которые ты подаешь, потому что обычно это необыкновенно вкусно. Что мы сегодня будем готовить? Ха-ха, сегодня будем готовить рулетики с ячкой, это очень круто. Я раньше готовил гречку, помнишь? Закуска из гречки. Лично я такое еще никогда не пробовала. Лилечка тоже. Ну, сейчас попробуешь. Ну, как вам? Гречка не чувствуется, очень нежный вкус мяса. Ну, девочки, я скажу вам, знаете. Эй. Ну, я расстроена. Чем? Потому что это косморка вкусно. Целая неделя. Была гречка. Никто не верил, что гречка это вкусно, что из нее можно что-то приготовить, какие-то ресторанные блюда. И когда неделя прошла, я понял, что у меня все получилось, и я взялся за ячку. А ты так посмотрел, что у нас еще никто не ест? А, ячка! Так примерно и было. А потом я посмотрел, что она дешевле, чем гречка. И она полезнее. Намного. А, ячка, 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 ячка. Я возьму ячку, она будет у меня в меню, и она будет стоить очень дорого. И я уверяю тебя, ты придешь. Тебя я, конечно, угощу, но твоих знакомых я буду с них брать очень много денег. Спасибо за это шикарное обещание. И ты знаешь, твоя пламенная речь о ячке меня настолько вдохновила, что я решила. Несмотря на то, как закончится наша сегодняшняя встреча, и насколько изумительным будет это блюдо, давай-ка я, по примеру, гречневой недели объявлю неделю блюд из ячки в исполнении Жени Копотенко. Хотела сказать, продано. Ну что же, Женечка? Ты понимаешь, что это значит? У тебя заболевания, руки трясутся. Ну я прямо чувствую, что ты настолько готов к любым вызовам, что можно придумывать наказание хоть каждый раз. Какие? Не-не-не-не-не, давай я просто поделюсь рецептами, все их приготовят, и все будет отлично. Ты меня почти загипнотизировал, но где-то в глубине своей памяти я помню, что мы договорились с Самвелом Адамяном, что мы тебя преобразим фактически до неузнаваемости, если вдруг тебе не удастся покорить ячку, как продукт. Ты знаешь, я ему отомщу, я что-нибудь придумаю такое, чтобы... Нет, на самом деле Самвел заинтересован так же, как и я, чтобы наши гости, мои друзья, ели с удовольствием полезные продукты и блюда, и в том числе ячку. И Самвел обязательно это докажет в ближайшем будущем. А пока, раз ты согласен с наказанием, давай уже для разнообразия поготовим, потому что, наверное, все уже думают, да когда же они начнут? Тогда мы начинаем. Давай. Помигало, помигало. Итак, для того, чтобы приготовить наши прекрасные рулетики из ячки, нам понадобится отварная ячневая крупа, примерно 500 грамм, нам понадобятся шампиньоны, нам понадобится яйцо, нам понадобится кориандр, нам понадобится укроп, морковь, сельдерей, а точнее корень сельдерея, лук, брынза и бекон, но лучше использовать пачировку. А, это нам как-то ближе. Ничего сложного, начнем. Ну давай, пока даже не представляю, как это будет выглядеть. Я уже принес отварную ячку, поэтому сейчас мы займемся овощами. Сначала мы возьмем грибы, нарежем их кубиком с помощью нашей кухонной машины. Есть насадка нарезка кубиком, воспользуемся. Почему я делаю отдельные грибы? Они будут слоями выкладываться для нашего рулета, поэтому лучше, чтобы они не смешивались сейчас. Все овощи для этого блюда, морковь, сельдерей, лук и грибы, мы нарежем аккуратными кубиками одинакового размера с помощью насадки нарезка кубиком в нашей кухонной машине. Сделаем это идеально быстро, благодаря ручке переключения скоростей, и таким образом сэкономим время. Включай нашу кухонную машину. Пока мы можем включить плиту. Эти все кубики ты будешь обжаривать? Да. Пойдем чуть-чуть подсолнечного масла, можем брать оливковое масло. Тем временем возьмем морковочку и так, чикс, обожаю нарезать крупно, не заморачиваться. Хочешь? Нет. Окей. Покажения в процессе подготовки ингредиентов для уникальных рулетиков из ячки я передам слово Самвелу, который по моей просьбе с заранее приготовленным Женей блюдом отправился к моим друзьям. И каждого из них угостил с целью узнать, понравится им или нет. Спасибо тебе, кстати, что ты приготовил заранее порции. Я их даже не видела, чтобы не знать, что будет тут происходить. За что-то было интересно. Конечно. Давайте посмотрим. Всем привет. Я сижу с таким блюдом красивым, можно сказать. Это, значит, творение руки Евгения Клопотенко. Мы недавно с ним поспорили. Он стоял тут у гримерки с пеной у рта, доказывал, кричал. Он так вот кривился. Да я, Самвел, да я могу приготовить все, что угодно из любого, значит, ингредиента. Какую-то ресторанную закуску или крутое ресторанное блюдо. Я говорю, ну, Женя, приготовь, я тоже могу приготовить что-то крутое. Он говорит, ну что? Я говорю, ну, там я могу креветки классно сделать, там, как закуску. Он говорит, ну, креветки и дурак типа сделать. Я говорю, да ты сделай из какой-то там крупы. Я говорю, ну, ты сделай из крупы. Он говорит, а я запросто сделаю из ячки какую-то там закуску ресторанную, чтобы все наши звезды украинские оценят это, ну или эксперты, все будет добрым. В течение дня я буду ходить вот этим подносом, и те звезды, которые будут сегодня сниматься, мы будем у них спрашивать и выпрашивать их не. Они, конечно, я буду склоняться к тому, чтобы они казались, что цены выпуски пошли. Это ребенок Лилии Ремберс. Яночка, это ты, зайка? Мамка тут в ремерке, да? Вот, привет, привет. А Лиля там в ремерке? Да, да. Привет, Лиля. Привет. Привет, что это у тебя здесь? Смотри, я принес тебе такое блюдо классное, это крутое ресторанное блюдо, я хочу, чтобы ты попробовала и дала свою оценку. Сам делал? Это делало меня, это делало один шеф-бол. А ты делаешь шеф-бол? Конечно, да. Слушай, а как ты вообще в ячневой крупе относишься? Ой, нет, только не ешь его. Не ешь, да, вообще? А ты будешь со мной? Давай со мной. Ну, ты кушай, я послитая бы. ДНК твоя зим. Ой, с ума сойти. У меня Санина. Ой, привет, ты тут. Да. Я к тебе в гости. Привет. Слушай, у меня одна надежда, конечно, на тебя. Вспокойся, на тебя. Ты такая худенькая, ты вообще видишь что-нибудь? Да. Я надеюсь, что тебе это точно не понравится. Но ты попробуй, я хочу, чтобы ты попробовала и сказала вот свое мнение. Вот как тебе понравится и видеть. Если тебе не нравится, то ты смело говори, что плохо. Это не я готова, то есть ты меня наберешь. О-о-о-о. Угу. Еще поменьше, давай. Еще, еще, еще поменьше. Сейчас как его. Ой, да. Да, и скажи, что это. Что так целиком? Ну, можешь, если рост здоровый. Кто тут еще у нас сегодня? Лера Блисович, Люк и Татьяна Марина. Ну, пошли к ним. Танюшка, Лера, ну иди сюда, ты моя. Я хочу, чтобы вы попробовали и дали свою оценку. Ну, разогнали, из чего оно состоит. И сказали свое, вот, настоящее мнение. Что, это каша, что ли? Вот так. Смотри, в этой глинорке сидит Дима Каладель. Сейчас мы на кухню. Дима, ты одни, ты привет. Привет. Савел, привет. Да, Дима, я хочу, чтобы ты попробовал такое блюдо. И сказал свою оценку. Что-то с мясом. Такой маленький шашлычок. Да, давай. Так, давайте найдем Андрея Дикого, потому что он туда, ты что, наверное, на съемку. Сейчас мы нос питаем. Смотри, у меня. Пока началась съемка, слушай, я хочу, чтобы ты быстренько попробовал это блюдо и сказал сомнение. То есть... Вот такой. Итак, ты видишь, как они относятся к ячке? Я уверен, что им все понравится. Конечно, к ячке все относятся ячка. Вау! Что это за размазня, что это за клейстер, что это за приснятие? Да, а потом, когда ты кушаешь рулетик, очень вкусно. Знаешь, вот так много блюд я уже в своей жизни делал, особенно маме, когда она кушает, ты такая, о, боже, Женя, что такое вкусно? Я говорю, мама, это лягушачие лапки. Мама такая, что? Я только что лягушку съел. Я говорю, угу. Главное, не говорить, а сделать это вкусно. Вот и все. Итак, наша сковородочка разогрелась. Нам понадобится 100 грамм морковки, 100 грамм сельдерея и 100 грамм лука. И это мы все будем измельчать на нашей кухонной машине. Смотри, наши овощи мы нарезали. Да. Прекрасными и идеальными кубиками. Включаем нашу вторую сковородочку. Добавляем масло. Хух, давай! Пока посолим грибы. Так, перезаем чуть-чуть пергамента. Возьмем овощи и на сковородочку. Отдельно овощи, отдельно грибы. Так, теперь мы возьмем нашу подчеревку. И надо ее чуть отбить, для того, чтобы она была мягче. Потому что, когда мы будем делать рулет, ну, нам нужно делать, чтобы волокна, когда будет жариться, чтобы не скукожились, не сжимались, чтобы они были ровные. Поэтому надо чуть-чуть отбить. Смотри, отбили. Прекрасно. Теперь возьмем, добавим в наши овощи секретный ингредиентник. Ну, это называется специи. Молотый кориандр. Ну, стой, очень важно добавлять с любовью. И говорить, я люблю тебя, кориандр. Я не думаю, что с кориандром обязательно говорить. Это очень важно, потому что кориандр, он оттенит наши пресные вкусы ячки и добавит ему новых вкусов. Добавим чуть-чуть тимьяна. Тимьян с сельдереем, они просто как будто друзья. Они как будто друзья с первого класса. Поэтому они должны быть всегда вместе. А ты помоги мне пока нарезать брынзу кубиками, пожалуйста. Ксю, ты хочешь так много брынзы добавить, да? Да, хорошо. Можно вот так вот. Отлично. А не будет слишком соленая? Не будет. Поэтому, видишь, я сейчас овощи не солю. Грибы чуть-чуть пожалел. Да, и все. Для того, чтобы не было сильно соленое наше блюдо. А все-таки какое блюдо во Франции тебя больше всего поразило в этот раз, когда ты ездил учиться? Во Франции меня впечатлили все блюда. Да? Я не могу сказать, что это одно. Потому что каждое блюдо в нем лежит душа. Меня впечатлили отношения людей. Но, наверное, из последнего, это, наверное, когда я уже перед отъездом в аэропорт, я зашел в одну кондитерскую, которая просто была по дороге, попросил там ромовую бабу, и они сделали такой маленькой, такая была маленькая кусочек теста, бриошь, был настоящий ром. Настоящий ром. Проба эта была божественная, один из лучших десертов, который я ел за все время во Франции. Казалось бы, да? Казалось бы, очень просто, но вот так вот. Недаром Лиза Глинская, побывав в Ликорденблю после мастер-шефа, окончательно определилась, что десерты это ее призвание. Конечно, ну, видишь, это ее. Итак, смотри, грибы наши уже готовы. Возьмем теперь чуть-чуть укропа, тем самым мы скроем нашу ячку. А ты можешь помочь? Можешь включить духовочку на 190 градусов? Конечно, это сложно, но я для тебя это сделала. Спасибо большое. Смотри, наши овощи уже готовы, грибы наши готовы. Можем начинать формировать рулет. Это такой низ, ну, это как бы обертка рулета. Посмотрите, мы делаем один длинный рулет, на самом деле это будут маленькие рулетики, но я хочу сделать это одним большим рулетом. Для того, чтобы была лучше форма, еда должна быть красивая, это очень важно. Все ты правильно рассуждаешь, хорошо делаешь, но есть, как говорится, кулинары, на которых ты никак не можешь произвести должного впечатления. Мне кажется, что на мастер-шеф это особенно ощущалось. Что есть, мне кажется, человек, которого тебе, ну, никак не удается покорить своими кулинарными способностями. На самом деле, да, это, наверное, Таня Литвинова. Я как-то, у меня с ней всегда было тяжелое отношение. Но на самом деле, все окей, абсолютно никакой там вражды или злости. Просто когда она, когда было, нужно было приготовить десерт и пробовала его Эктор, было все окей. Или Николай было все окей. Но когда пробовал Татьяна, то начиналась какая-то беда. У меня постоянно все было не так. Я даже в финале, у меня получился десерт, наверное, не самый лучший. Ну, получилось, он был вкусный, но не самый лучший в моей жизни. Я хочу, чтобы она изменила свое мнение по поводу меня и приготовления еды в целом вообще. Слушай, я понимаю, что я должна кое-что для тебя сделать. Что, постричь волосы опять? Да ладно, это все мелочи перед тем, что я собираюсь для тебя сделать. Ведь Таня моя подруга и наш эксперт, и я подумала, если у тебя не получилось на кухне мастер-шеф, и сезон твой уже позади, то на кухне все будут добры. Ты же можешь приготовить десерт, от которого Таня будет в восторге? Я же могу тебе это организовать. Я был бы очень благодарен. На самом деле, это было бы очень круто, и я бы собрался и сделал бы что-то очень вкусное. Договорились. Тогда в финале этой недели блюд из ячки ко мне в гости придет Танюша Литвинова, а ты приготовишь десерт из ячки. Вот это вызов. Ничего себе. Хорошо, новая задача. Но я уверен, что я справлюсь. Я уже с ячкой на ты. Это будет самый лучший десерт из ячки вообще в твоей жизни и в жизни Тани Литвиновой тоже. Так. Берем наши прекрасные овощи и смешиваем с ячкой. Возьмем еще одно яйцо, для того, чтобы придать нашему фаршу более плотную структуру. Перемешиваем все. Можно посолить, но у нас очень соленая брынза, мы не будем этого делать. Смотри, видишь, получается такая однородная прекрасная масса. Мы можем... Теперь выкладываем ее на бекон с равномерным слоем. Ячка, знаешь, казалось бы... Так, еще чуть-чуть. Нам нужно вот так хоп-хоп-хоп-хоп. Но не по всей поверхности, да? Оставлять там чуть-чуть нужно. По краю мы оставляем такой небольшой зазорчик, чтобы нам было легче заматывать. Теперь берем грибы и выкладываем грибы. И у нас еще и брынза есть. Та-дам! Брынза, которую ты нарезала. Нарезала. Сейчас я проверю, как ты ее нарезала. Хорошо или плохо? Опасаюсь. Но ты нарезала хорошо. Хорошо, да? Ножом. Итак, берем брынзу и выкладываем вот так вот так же. И теперь нам нужно сделать такой рулетик. Берем вот так вот и аккуратненько, аккуратненько это все. Ага, вот мы для чего оставляли место без начинки, чтобы рулет соединить по краям. Да. Ой, уже чувствуется, что это будет вкусно. Смотри, сформировали наш бекончик. Теперь нужно отправить его в духовочку на полчаса при температуре 190 градусов. Отлично, есть и пергамент сразу. И аккуратненько можно его. Поможешь мне с духовочкой? Я дам. 190 градусов и через полчаса рулет будет готов. Пахнет рулет изумительно. Будем доставать? Давай. О, боже, смотри, какой прекрасный у него цвет и вид. Как говорится, ячкой и не пахнет. Пока рулет будет остывать, я так полагаю, его нужно еще на порции разрезать будет? Ну, конечно, нужно сделать из него маленькие такие рулетики. Пусть он немножко остынет, чтобы это можно было сделать. А мы по чашечке кофе. Давай. Да, спасибо большое. Женечка, ну, ты, наверное, очень любишь экстрим. Если я придумываю тебе постоянное наказание, ты все, приходишь и приходишь. Мне на самом деле кажется, что ты тоже любишь экстрим. Это да. Но я тут, как говорится, дома встречаю гостей. А у тебя не было никогда мысли, наверное, Надя хочет, чтобы я не приходил. Как не приду, она все время хочет мне что-то отрезать или сбрить. Нет, ну, на самом деле, после первого нашего дня знакомства я уже понял, с кем я имею дело. И поэтому я с большим удовольствием к тебе прихожу, потому что это как вызов, ты понимаешь, как вызов. И я люблю эти вызовы. Когда просто готовишь, ну, это же каждый день ты это делаешь. А когда у тебя есть какой-то вызов или какой-то стимул, это получается намного по-другому. Можем начинать презентацию нашего рулетика. Фактически разрезаем его на порционные куски. Да. Я напомню, как мы готовили рулет с ячкой, а потом мы его попробуем и узнаем, кстати, мнение моих друзей по поводу этого блюда. Возьмите ячневую крупу, бекон или подчеревину, шампиньоны, лук, морковь, корень сельдерея, брынзу, яйцо, тимьян, молотый кориандр, сушеный укроп, соль, перец и растительное масло. Ячневую крупу отварите, морковь, лук и сельдерей нарежьте мелким кубиком и поджайте на растительном масле. Смешайте отварную ячку с обжаренными овощами, присыпьте кориандром, тимьяном и солью. Шампиньоны обжарьте на растительном масле и смешайте с нарезанной брынзой и сушеным укропом. На смазанный противень выложите тонкие и отбитые ломтики бекона, поверх уложите ячневую массу, а посредине в ряд начинку из шампиньонов и брынзы. Скрутите все это в рулет и запекайте в духовке при температуре 190 градусов 30 минут до золотистой корочки. Разрежьте на порционные кусочки и подавайте. Положи мне, пожалуйста. Я не знаю, как ты волнуешься или нет, но я волнуюсь, потому что мы так и не увидели реакции моих друзей, экспертов в Себуде Добре, на это блюдо, которое они уже попробовали. С тобой волнения у меня уже, знаешь, они такие хронические. Когда я вижу тебя, я уже волнуюсь. Даже ты улыбаешься, казалось бы, никакой беды, но... Вот, именно. Когда-нибудь я буду просто улыбаться, а ты возьмешь меня и приступнешь молоточком для отбивания мяса. Вот пообещай мне, что ты никогда этого не сделаешь. Вот пообещай. Я обещаю тебе. Спасибо, Женя. Поджаристый бекон или подчеревенка. Но самое интересное, это, конечно же, начинка. О, брынза расплавилась. А где ячка? Вот так, скучная ячка. А нет ее. Аромат поджаренного бекона, вкус овощей, сладковатый сельдерей, морковка, солененькая брынза. И все это объединяется нежной. А у ячки-то какая-то интересная структура. Идеальная основа для любого блюда, пожалуй. Но разве мое мнение сейчас важно? Мои друзья-эксперты, которым сам Вэл предлагал блюдо, приготовленное Женей, они скажут правду. И прямо сейчас мы увидим реакцию на это блюдо, когда они его попробовали. Ммм, слушай, а нежный какой вкус. Вкусно, да? Очень. А мне прям очень нравится. Нравится, да? Супер. А вот я тебе скажу, что это блюдо из ячневой крупы. Да ладно? Серьезно? Реально ячневая крупа? Да. С ума сойти. Это вот Женя Клопотенко готовил. Вкусно! Женя, вкусно! Спасибо тебе большое. Там еще одно. Все, давай, спасибо. Распробую. Нормально? Да. А что там? Господи Андрей. О-о-о-о. Точно шаг. Ну, все же надо нас отзываться. Я дадам. Я уже распробовал. Все нормально, понравилось? А ты знаешь, что ты только что ячек делаешь? Серьезно? Серьезно, вот это внутри ячек уже не Клопотенко понапихал. Ты сказал, что понравилось. Ну, передавай ему привет, скажи, что надо. Давай, поехали. Капец. Ммм. Ну, что? Что, нормально? Вкусно. Слушай, ну ты же девочка. Ну, что? Ну, что ты делаешь? Только что ты знаешь? Бекон я сделала. Ну, бекон хорошо. Там какой-то сыр. Ну, сыр тоже для девочки. Дальше все. Ну, может... Крупа? Тебе показалось по ячкам? Ячка? Ну, вкусно. Значит, талантливо приготовлено. Кто готовил? Кто готовил? Женя Клопотенко готовил. Я говорю блюду, да. А что это? Очень-очень вкусненько. Ну, что мне нравится? Это такие каши. Ну, ну, блин, это каша. Я не ем кашу. В принципе, я вообще никакие каши не ем. Я не люблю каши. Вкусно. Ну, вполне. Это Женя Клопотенко приготовил. Женя? Да, ты молодец. Ты знаешь, вкусно? А вообще ячка не едите, да? Это ячка. Самфон, мы говорим о ячке, о серой жидкой массе в тарелке, которую ковыряешь. Это не оно. Но если это оно... Так, Лера, седай, хватит. Ты знаешь, мне дома некому готовить. Я могу с собой тоже забрать пару кусочек. Так, все, не надо. Пошли. Капец. Прикольно. А что это? Тебе нравится? И вот это тоже нравится? Ну, прилично. Дима. Сырок, мяско. А что еще? Прикотенцов. Ну, как ты считаешь, в ресторане такое блюдо свистит? Я бы ответил бы. И ячку ешь. Это ячка? Да? Она такая вкусненькая. Вот такая вещь. Можно еще съемки? Да, конечно, вкусно. А ты мне не подиграешь, не скажешь, что это вкусно? Нет. Я же не вкусно. Вы понимаете, да? А я тебе что говорил? Это ячка, это прекрасно. И завтра мы продолжим готовить блюда из ячки, доказывая, что это просто волшебный продукт, если Женя знает рецепт. Браво, Женечка. Спасибо тебе огромное. Бери ты ешь. Скажи, что плохо. Хоть ты. А ты что следишь? Это ешь. На. Обалденно. Обалденно. Спасибо. Целый день заглядывала на ешь. Нормально. Так, ладно, я сам попробую, подожди. Скорее начали. Вы знаете, честно, хотел бы сказать, что не вкусно. Оно вкусно зараза. Попоти, ну вот лежу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова